МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Сегодня в эфире. Культурный союз Армения отмечает 30-летие. Гигантское лото в помощь союзу дружбы армян. В Шуши на площади флага построят мечеть и музей на месте разрушенного памятника геноциду, монумент ВОЧ. Делегация во главе с начальником Международного военного штаба НАТО Янушем Адамчаком посетила мемориальный комплекс геноцида. Влияние региональной эскалации на армянскую общину Ливана. Генеральный секретарь Организации американских государств принял Марию Налпантяна для обсуждения необходимости гарантировать возвращение армян в арцах. Правительство Баку ведет себя как мафиозная группировка полгаван. Культурный союз Армении отметит свое 30-летие в пятницу 25 октября в зале Бург-Лев-Валанс. В ходе мероприятия будет представлен краткий обзор деятельности и событий. Мэр Валанса Николад Дарагон будет награжден медалью Айот-Хач. Армения была основана в 1994 году в Валансе. Президент Союза Грикор Амирзаян отмечает. Союз был основан при участии друзей и близких с целью укрепления армяно-французских связей и сохранения армянской культуры. За 30 лет Армения организовала более 600 культурных, спортивных и патриотических мероприятий, многие из которых имели большой успех. Например, вечер песни «Три гиганта» с участием Бадаляна, Амбарцумяна и Матавасяна. Также показ футбольного матча «Франция-Армения». 19 октября пройдет гигантское лото, организованное Союзом дружбы армян. Главные призы розыгрыша – недельный отдых в Тунисе, укенд в Венеции, электрический скутер, подарочные сертификаты и прочие ценные подарки. Мероприятие направлено на поддержку программ и благотворительных инициатив Союза. Участников ждет интересный и веселый вечер с розыгрышем призов. 20 сентября 2024 года в ходе визита в Шуши президент Баку Ильхам Алиев принял участие на открытии площади флага, построенной на месте памятников жертв геноцида после его уничтожения. Отмечается, также будут построены Музей Победы и Новая мечеть. Строительство на месте памятников жертв геноцида грубо нарушает культурные права армянского народа. Это результат уничтожения наследия и попытка отрицания армянской идентичности. Действия Азербайджана противоречат международным нормам, включая ГАКскую конвенцию 1954 года и защиту культурных прав Организации Объединенных Наций. Национальный совет Западной Армении осуждает всех, кто, будучи соучастником оккупации власти Баку, без официального разрешения посягает на священную землю нашей территории в Арцахе. Делегация во главе с начальником Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Янушем Адамчаком, прибывшая в Армению с рабочим визитом, 3 октября посетила мемориальный комплекс геноцида. Костей встретила заместитель директора Музея Института геноцида по музейным работам Люсине Абрамян, сопроводив гостей к мемориальному комплексу жертв геноцида. Представила историю его создания. Заместитель директора отметила три хачкара, установленных в память о армянах ставшими жертвами массовых убийств, организованных азербайджанским правительством в городах Сумгаид-Кирвабад и Баку в конце прошлого века. Рассказала о пяти бойцах, похороненных на противомемориальной стены во время Арцахской войны, подчеркивая связь между произошедшим и геноцидом в отношении армян. В высокопоставленные войны возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв геноцида. Члены делегации также осмотрели музей геноцида, ознакомились с постоянными и временными выставками. После руководитель делегации Януш Адамчак оставил запись в книге почетных гостей. Атаки Израиля на Ливан оказали серьезное влияние на армянскую общину. Региональный аналитик Егия Ташчан в интервью Викли отметил, бомбардировки затронули ливанских армян так же, как и другие общины. 1 октября Израиль вторгся на юг Ливана, что последовало за двухнедельными авиадарами, которые, по словам Израиля, были направлены против инфраструктуры Хейсболы. По официальным данным, более тысячи человек погибли, 1 миллион были эвакуированы. Гуманитарная ситуация тяжелая. Школы закрыты, фабрики сталкиваются с трудностями из-за ограничений на экспорт и импорт. В стране может начаться новая волна эмиграции. Ташчан также рискотиковал западные СМИ, указав, что конфликт преподносится как конфликт между Израилем и Хейсболой. Но на самом деле это похоже на войну против ливанского народа. Аналитик также предупредил, что Азербайджан может воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке для нападения на Сюник с целью контроля над Санкт-Петербургским коридором. Подчеркнем, президент Арминак Абрамян, обеспокоенный событиями в Ливане, выразил свои соболезнования ливанскому народу, ставшему жертвой израильских бомбардировок. Генеральный секретарь Организации Американских Государств Луис Альмагро принял вице-президента Солнцинтерна, члена Всемирного Армянского Национального Совета и члена Комитета по защите основных прав народа Арцаха Марио Налпантяна. Альмагро и Налпантян обсудили необходимость гарантировать возвращение перемещенных армян в Арцах, освобождение армянских военнопленных, также вопросы, связанные с прекращением уничтожения армянского культурного наследия Арцаха. В своем выступлении в ПАСЕ я говорил о вопросе членства Баку, подчеркивая явные злоупотребления по отношению к собственным гражданам, также возмутительное поведение гражданам Арцаха. Об этом заявил ирландский депутат ПАСЕ Пол Гаван в интервью Альфа-Ньюс. Тот факт, что Азербайджан не позволяет никому исследовать, какова ситуация в стране, тот факт, что они фальсифицировали выборы и действуют как настоящая мафия, говорит нам о том, что если мы не займемся этими проблемами в Ассамблее, то потеряем доверие как правозащитная организация. Я сделал это заявление во время дебатов и немного обеспокоен, потому что многие депутаты выразили противоположную точку зрения, заявив, что сейчас время для диалога. Это вызывает у меня недоумение, потому что когда такое происходит и к правозащитной организации Ассамблея относится с пренебрежением, тогда о диалоге и не может быть речи. Сейчас не время для диалога, а время действовать. Привлеките эти власти к ответственности и дайте понять цивилизованному миру, что они должны изменить свое поведение. Нельзя прощать их, когда они подвергают собственных граждан коллективному насилию и демонстрируют ужасные отношения к коренному народу Арцаха. Дебаты прошли довольно хорошо, но у меня есть опасения по поводу количества голосов, подданных от имени этого режима. Причины, откровенно говоря, вызывают у меня недоумение. Подчеркнул Каван. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра. Субтитры создавал DimaTorzok